Для того, чтобы обеспечить материальную сторону реализации новой украинской школы, мы получили государственную субвенцию. Государственную субвенцию в размере 2 161 900 гривен. Если уж быть откровенным, то на настоящее время у нас около 1 800 000 получено. Вся остальная сумма к нам придет только в октябре. Все необходимое для новой украинской школы мы закупаем и закупки у нас тормозятся. В частности, дидактический материал более чем на 800 000. Дидактический материал это раздаточные материалы, учебники, учебные пособия, наглядности. В общем, все, что необходимо для выполнения учебной программы в первом классе. Вот на 800 000 гривен. Мы в четвертый раз сейчас играем открытые торги. После второго раза нам законодательство разрешает проводить переговорную процедуру. От переговорной процедуры все возможные поставщики, которые изготавливают такие материалы, отказались. Отказались по очень простой причине. Заказов сейчас очень много, заказы превышают их производственные мощности. Поэтому нам приходится играть открытые торги. Но три раза, пока мы проводили, у нас никто просто на эти торги не вышел. И в системе Прозора мы не смогли сделать закупку. И вне системы Прозора по переговорной процедуре тоже не смогли делать закупку. Школьная мебель. Более 1 миллиона гривен. Торги были сыграны безрезультатно два раза. В результате вышли мы на переговорную процедуру. Нашли поставщика, который готов выполнить заказ в конце октября, начале ноября текущего года. Но у нас к тому времени и вся сумма будет, поэтому в этом смысле нам легче. Но не легче то, что сейчас дети зашли в классы со старыми партами, а на всех уровнях мы слышим, видим возмущение родителей, возмущение общественников, возмущение, в общем-то, возмущение чьего угодно. А причины таковы. Наши производственные мощности, имеющиеся в Украине, оказались не готовы к выполнению настолько больших заказов. И есть у нас еще один тендер, который сыгран. Это тендер на приобретение мобильного комплекта. Имеется в виду проектор, экран. 250 884 гривны. И у нас подписан договор. У нас покупаются вот эти мобильные комплекты для 21 класса. Мы получили или получим 2 161 900 гривен. Но нам еще 2,5 миллиона надо для того, чтобы обеспечить все первые классы всем необходимым, исходя из того перечня, который предъявляется перед нами. Мы должны 30% софинансирование по постановлению Кабинета министров однозначно заложить. Вот это 30% софинансирование, это уже само по себе проблема. Проблема хотя бы потому, что у нас государственная субвенция, которая зашла в начале года, более чем на 8 миллионов не покрывала потребности в заработной плате для педагогов. Дырку в 5 миллионов из этих 8 мы уже сейчас заткнули из местного бюджета. В настоящее время присутствует дырка в 3 миллиона на заработную плату педагогов. Эта дырка, мы надеемся, все-таки будет погашена за счет средств государственного бюджета. Во всяком случае мы звоним в колокола, мы соответствующие письма, соответствующие обращения делаем и на Минфин, и на Министерство образования. Если государство не погасит, мы безусловно наших учителей без денег не оставим. Но сами мы сейчас находимся в вилке. То ли нам сейчас 2,5 миллиона добавлять на новую украинскую школу, то ли нам все-таки решать проблему с учительской заработной платой. И я честно должен сказать, что до тех пор, пока у нас не появятся хоть какие перспективы для решения проблемы с заработной платой, мы вот эти 2,5 миллиона выделить не сможем. Мы будем пытаться осуществить 30-ти процентное софинансирование. Но это, наверное, будет наш максимум, который мы пока способны выполнить. А там посмотрим. Зависит от того, как поведут себя центральные органы власти.